Уважаемые коллеги, тема амбициозная, поэтому я вот решил сразу велическую часть отсечь и тезисно, что ли, перейти к сути, да? Иначе мне быстрее хочется перейти к экспериментам, к шестому пункту, следствия и предсказания теории. Вот попытаемся сейчас быстро добраться. Я надеюсь, что это вопросы. Значит, как это пришло, да, мой путь к этому, к этой теме? Ну, в ходе исследований эти пазлы с разных направлений, что ли, сложились вот в такую общую теорию. Я ничего не могу поделать, поэтому я вот перед вами выступаю с этой новой парадигмой, что ли. Конечно, тема предполагает, в общем-то, даже наоборот, не предполагает критику прошлых теорий. Что их критиковать, да, скажем, кратко, наверное, скажем, в двух-трёх предложениях. Сейчас мир описывается двумя теориями основными, да, великими теориями, конечно, квантовой механикой, квантовой теорией и теорией относительности. Всё бы хорошо, но никак они не могут несовместимы. В ходе исследований моих обнаружилось, что они же на разных фундаментах построены. И бесконечно, бессмысленно их улучшать. Этим я прекратил заниматься. Потому что квантовая теория, это, скажем, движение, занимается движением частиц, волн в пространстве-времени. А общая теория относительности и вообще теория относительности уже, наоборот, занимается масса, энергия, деформирует само пространство. Они, в принципе, несовместимы. Поэтому лучше этим не заниматься. Скажем, мой путь шёл, конечно, я шёл через физику. Если образно представить, то, наверное, вот я пробирался по долине физики к вершине, да, не получается, по долине математики, там, электродинамики и так далее. И я понял, что я уже не успею добраться. И на какой-то стадии я решил, ну, в общем-то, забраться на плечи гигантов. Не знаю. Уже до нас-то всё это, как говорится, сказали. Скажем, вот Гераклит и Демокрит, да, Гераклит. Мудрость в том, чтобы знать всё как одно. Всё течёт, всё меняется. И Демокрит сказал, нет ничего в мире, кроме атомов пустоты. И спрашивать о причине вещей тоже, что искать начало бесконечного. Мы бесконечно пытаемся найти причину вещей, лучше этим не заниматься. Пролистаем этих гигантов, на плечи которых я попытался забраться. Тут, видимо, быстро. Вот, Галилей. Поиск сущности я считаю занятием суетным и невозможным. И тщетно искать субстанцию. Но Галилей говорил, это ещё не значит, что нами не могут быть исследованы некоторые их характеристики. Декарт. Для того, чтобы познать истину, необходимо один раз в жизни всё подвергнуть сомнению. Насколько это возможно. Попытаемся вместе с вами вот это сейчас и сделать. Всё подвергаем сомнению, всё отвергаем. Или Ньютон. Вся теория Ньютона – это появление в движении распознать силы природы. И ещё Фарадей такую глубокую мысль тоже сказал. Материя присутствует везде. И нет промежуточного пространства, не занятого ею. Значит, материя будет повсюду непрерывной. И рассматривая её массу, нам не надо предполагать различия между её атомами и каким-то промежуточным пространством. Зачем мы занимаемся спорами эфир, там, вещество, атомы и так далее. Как будто между ними что-то... Пожалуйста, уже до нас сказали. Мак сказала, длинная цитата, не будем. Если что интересно, почитайте. Пуанкаре, конечно, тоже упомянуть надо. На его плечо тоже разбираемся. Пуанкаре сказал, мысль – это молния в ночи. Мак, нас может интересовать только одно – познание взаимной зависимости элементов. Ещё интересную мысль сказал Ницше. Человеческие истины – это непривержимые человеческие заблуждения. И оказалось, наш Толстой тоже, смотрите, что он сказал. Нелепые выводы опыта безошибочны. Прямые выводы разума ошибочны. Все истины – парадоксы. Это Толстой. Если ты ещё не дошёл до той степени, когда тебе представляются две истины, противоречащими одна другой, ты ещё не начал мыслить. Эйнштейн, никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. И эволюция физики шла, которую мы все прекрасно знаем. Я просто прористаю её. Просто интересно, на какой же стадии произошла вот эта развилка общей теории относительности и квантовой механики? Почему эти две теории разделили, что их совместить невозможно? Мир-то один. Как такое возможно? И сейчас сто лет уже люди пытаются улучшать то другую, то теорию струн, многомерные пространства. И надо сделать уже вывод давно, что эти теории несовместимы, и не заниматься этим. Грубо говоря, ребята, не чем занимаемся мы. Эволюция физики шла. Гераклит, Демоклит, Аристотель, Галилей, Ньютон. Ну, Ньютон, мы знаем, это у него... Это я ориентируюсь на эволюцию физики Эйнштейна и Инфильда. Ньютон пришло к этому вещество и сила в абсолютном пространстве времени. Это Ньютон. Потом Фарадей появился. Да, мы прекрасно знаем, формул не писал, но он нашёл поле. И после Фарадея уже мы имеем две реальности – вещество и поле. Дальше. Физика развивалась и задумались, конечно, после Фарадея и Максвелла об объединении поля и вещества. Но это никому не удалось. Вот Эйнштейн пишет. Мы не имели успеха в выполнении этой программы. Заключение о том, возможно ли её выполнить, принадлежит будущему. В настоящее время во всех наших реальных теоретических построениях мы всё ещё должны допускать две реальности – поле и вещество. Вот на чём остановилась современная наука – поле и вещество. Поле Уинстейнометрическое, там у него пространство искривляется, электромагнитное поле и вещество. На этом остановилась эволюция физики. Тут вот такую вещь запомним. Весит ли кусок нагретого железа больше, чем кусок холодного? Теперь мы отвечаем «да». Это мы запомним, потому что я, когда буду экспериментом, и вернёмся к этому. Это к тому, что Эйнштейн перестал различать, ну, перестал, это в кавычках, конечно. Уже по его теории нет существенного различия между массой и энергией на экране. И поэтому, если мы нагреваем тело, по его теории должна масса увеличиться. Это, наверное, пролистаем. Ну, тут ещё интересная вещь, что парадоксально, что в специальной теории относительности нет необходимости в среде у Эйнштейна. Но в общей теории относительности без среды он уже не может обойтись. Тоже противоречие. Пролистаем, наверное. И к чему мы пришли с точки квантовой теории? Пожалуйста, Низборс, Вейнер, Везенберг, Шрёдингер. Написали формулу. Соотношение неопределённости, волновое уравнение. И никто не понимает, уже физический смысл пропал. И сейчас вот с выражения Мермина, учёного, ну и другие, может быть, это повторяли. Сейчас, ну что говорят? Затнись и считай. Вот тебе волновое уравнение. А какой смысл? Что там вероятность какая? Нахождение частицы на орбите. Это уже интересно. Не интересует никого. Планк, тоже упомянем. Квант действия играет в физике фундаментальную роль. Эйнштейн к чему пришёл? Поле есть единственная реальность. К чему? Вот эти, наверное, я пролистаю. Что меня подвигло? Вот сейчас только что был доклад тоже, да? Эллипсы, круги там и так далее. Ну вот источники, что меня подвигло к этим вещам, да? Какие эллипсы? Вот это в интернете уже гуляет. Вот Солнце летит. Планеты летят. Уже какие-то спирали. Почему они летят сюда? Какое тут притяжение? Какая гравитация? Давно уже это самое. Надо смотреть, что в движении в этом. Это вот, ну, меня не удалось видео загрузить и так далее. Дальше. А то Трикита. Эйнштейн писал. У него общая теория относительности в основании. Принцип относительности нам известен. Принцип эквивалентности тоже известен. Ещё был принцип Маха. А куда он пропал? Все забыли. Даже не звучит уже, что такое принцип Маха. Извините. Вот мы кидаем камень, скажем, я рукой двигаю, да, камень, а потом, когда он отрывается от реки, он всё равно летит. А какая сила действует на камень? Мы говорим, сила инерции. Извините, какая природа у этой силы? Даже на других языках, там, по-моему, на немецком, она переводится как фальшивая сила. На английском, не знаю, ну, что-то такое. И всё, все забыли. А где принцип Маха? Он работает или не работает? Дальше вот тоже толкнула эта вещь. Сверхновая взорвалась, интересная. В 1987 году, это до взрыва и после взрыва, и уже были обсерватории подготовлены, и нейтринные были. Нейтринная пролетела раньше световых фотонов. 30 лет эта проблема обсуждается, она не решена. Потом, правда, Виталия Саско поставили эксперимент, но он отвергнут ортодоксальными учёными из-за того, что будто бы разъём там не так, ещё что-то. Нерешённые проблемы, это понятно. И послушаемся Гёте, вот, подходя к положениям, к основаниям, что ли, этой новой парадигмы. А превратим все проблемы, которые я, вот здесь список этих проблем, превратим все проблемы в постулаты. И на этом пути, как раз, похоже, мы найдём выход. И объединяем наш мир, он же един, он в натуре, он неразделённый, в наших головах надо объединить. Он почему-то в наших головах разделён на какие-то теории, квантовую механику там, другие зарабатывают, общую теорию относительности. Это же теория в нашей голове, это теоретические модели. В нашей голове надо всё объединить. Всё взяли и объединили. Сознание, пространство, я не знаю, тёмная материя, эфир и так далее. Ну, я назвал это всё общим понятием космос. Ну, вроде мне показались и другие вещи избитые, там, эфир, Вселенная и так далее. Проблемы эфира коснёмся, если будут вопросы. Вот, основание принципа новой научной парадигмы. Просто я вынужден тезисно. Наш мир, в принципе, если посмотреть, вот, отвергнуть всё, и сидя на этой вершине, что ли, он очень простой. Оказалось, вот, очень простой. Мне даже уже, извиняюсь, мне немножко смешно, когда какие-то формулы пишут, интегралы, дифференциалы и так далее. Он очень простой. Парадоксальный, да. Он просто единый, бесконечный, изотропный, движущийся космос. А изотропный? Нет, изотропный. Все изотропные... Все условия, свойства во всех направлениях одинаковые. И ещё. Сразу надо разъединить. Такие абстрактные категории, как материя, пространство, время, сознание, энергия, и дальше перечисляйте, они придуманы людьми. Я сейчас не буду распространяться, если будут вопросы, посмотрим. Они, это понятия идеальные. Ну, так же, как цифра, слова. А, и у этих понятий нет физических свойств. Мы, значит, идеально, что значит? Мы время можем растягивать в нашей голове, в нашем сознании, как угодно. Поэтому вот Эйнштейн растягивает время. Ну, и сейчас тоже и пространство там укорачиванием заниматься. Значит, единственное, космос, вот это всё объединили, у него есть единственное свойство, единственное. Он существует. И существовать он может в движении. Вот в этой сущности, самой, что ли, верхней, у него нет других свойств. Он просто, у него единственное свойство, он существует и в движении. Ну, Энгис писал, что он, вот этих абстрактных проблемах, да, можете прочитать. Сначала создаёт абстракции, ну, человек, развиваются вот обезьяны, к теперешнему человеку, он создал абстракции. Пространство, время, ему надо было... Он оказался в лесу, ему надо... На каком-то этапе он начал измерять, он взял палку, начал измерять. Вот, потом у него образовалось понятие пространства. На природе, в космосе нет пространства. Потом время, значит, крутится Солнце вокруг Земли с какой-то периодичностью. Вот это время он начал считать. Потом разделены часы, секунды, песочные часы появились, потом атомные, между атомными часами, песочными, никакой разницы нет. И те часы, эти, измеряют какой-то периодический процесс. Сами по себе они ничто. И вот Энгельс ещё в то время сказал, что до того империи, значит, для человека, значит, опыта, вживается привычное ему империческое познание, мы вот и вжились мы, и воображает себя всё ещё находящимся в области чувственного познания, даже когда оперируют абстракциями. Мы оперируем абстракциями пространства и время, и нам кажется, что они пространства и время имеют какие-то свойства физические. Можно потрогать, измерить длительность там и так далее. Дальше. О, второй пункт только ещё. Второй. Космос един, абсолютен и бесконечен. Пока мы не нашли его гониться, надо считать так. Дальше. Третье. Принцип относительности – фундаментальный принцип нашего мира. В нашей Вселенной, в космосе ничего абсолютного нет. Абсолютно ничего. Поэтому всё относительно. Я предлагаю вот как раз движение космоса, а мы смотрим в окно на звёзды, видно, что он двигается. Пока в общем. Я предлагаю вот это движение космоса описывать не механически, как Галилей, да, вот описывал, не гравитационно, как Ньютон, не термодинамически, как Корно, Гипс, Пригожин, Иванов ещё вот наши есть в Москве, не электромагнетически, как Максвелл, не геометродинамически, как Эйнштейн. Что такое общая теория относительности – это геометрия динамика. Айцюковский описывает эфиры динамически. Я предлагаю не так. Можно об эфире отдельно. Потом не ритмодинамически, как Иванов Юрий Николаевич в Москве. Я его предлагаю описывать энергетически. Ну, потом вернёмся. Энергетически. Почему так, я потом уточню. Четвёртое. Движение является способом существования космоса. Что мы наблюдаем и изучаем. Нас интересует только движение. И всё надо рассматривать движение. В статике ничего нет. И не надо в статике рассматривать ничего. И поэтому всегда надо, изучая, отвечать на вопрос, как, каким образом, а не что. И описывать наш космос как физический процесс, а не сущности. То есть движущейся материи сознания мы должны отражать, описывать и изучать как физический процесс. Скажем, электрон. Мы должны описывать как процесс. Ну, вот возьмём микрокосмос. Протон. Процесс. И, ну, вот, кратко коснёмся. Считается, что протон вечный. Ну, это с философской точки зрения. Ну, так же не бывает. Как будто он живёт в 10-33 степени, да? Секунд. Я предлагаю описывать его как процесс. Ну, что он, шарик такой, он вечный, что ли, он ударяется, где-то ходит и никаких следов не остаётся. Что он, бильярдный шарик? Так не бывает же. Поэтому процесс, он то возникает, то пропадает. Сейчас мы придём к этому. Так же масса, постоянно задаём вопрос, что такое масса, как, чего, да? Я предлагаю описывать его как процесс. Поэтому застывшую массу вы никогда не найдёте нигде. Это всё в процессе находится. Другое дело, что мы в самом столе, это иллюзия возникает, что тут нет движения. А на самом деле всё двигается. Дальше, четвёртый, движение космоса. И единственное, вот задумались, мы сидим на вершине, космос двигается. Единственный процесс, известный нам сейчас, всеобщий, наблюдаемый, между прочим, фундаментальный фактор движения космоса во времени и пространстве, это фактор Хаббла. Вот, в самом общем виде, никто глобальный, всеобщий, никто не знает. Поэтому, вот, застолбим. Ну, получается, что фактор Хаббла определяет движение всех производных процессов, абсолютно всех, уже пониже. Определяет рождение, барионные матери, образование, развитие сознания и так далее. Дальше, вот, прошу подчеркнуть, да, в космосе принципиальная вещь. Будут сказаны ещё, вот тут, конечно, парадоксальные вещи, может быть, как говорил Бор вначале, безумные, но, тем не менее, в космосе, с точки зрения вот этой теории, происходит единственный фундаментальный процесс, это движение космоса, сферический, сток и сток. Ну, вот, со всех точек зрения, в ходе изучения, исследований моих, это всё идёт к тому, что вот этот процесс происходит, единственный сток и сток. Ну, или по-научному конвергенция-дивергенция. Материя, материальный ток, который, вот можно написать, мощность движения этого космоса равняется постоянной планке, деленной на время планка. Мощность. И оказалось, что мощность, эта мощность, физически абсолютный инвариант. Я пользовался всегда системой ЛТ, это метр секунда, нет необходимости при научных изучениях пользоваться другими системами, килограммами, фарадами и так далее. Метр секунды достаточно для всего. Система ЛТ, вот, это абсолютный инвариант. Это мощность космоса. Он не меняется в цифрах, можно, если постоянную Хаббла мы в цифрах обозначаем, то всегда можно это самое, перейти в цифры здесь. Ну, пространство, время, энергия мы уже коснулись. Коснёмся, наверное, почему можно описывать, как-то надо же, мы оказались сейчас, мы вживлены в этот космос, как-то надо описывать нам, да, движение этого космоса. Скажем, теорема Нютер, мы все знаем, интеграл движения космоса, которая, это постоянная величина, независимо от времени, да, это энергия. И я предлагаю описывать движение космоса, как движение энергии. Но это не говорит о том, что надо принимать энергию, как субстанцию. Энергия не субстанция, его нельзя хранить, передавать по проводам, хранить в кармане, в аккумуляторе и так далее. Что сейчас в нашей розетке энергия, сейчас современная физика что считает? По проводам идёт энергия, что она, ну, тут не розетка, подходит к розетке, там ждёт энергия, что она, субстанция, по проводам передаётся разность потенциалов. И всё, и дело с концом. А разность, в конце концов, не разность электродинамических потенциалов, не электрических, а энергетических. Вот, ещё, наш мир принципиально не механический. Надо констатировать, если мы хотим из этого выйти, из этого тупика, то в нашем мире нет механического движения. Он не электродинамический, не геометродинамический, ну и так далее. В нашем мире есть только, может, следующий пункт у меня, да, вот, следующий пункт, восьмой, в нашем мире есть только образование материи, исчезновение. И это, вот, в нашем мире это происходит всегда. Ну, или назовём телепортацией, ну, слово избитое, ненаучное, может быть. Но, тем не менее, надо это констатировать. И просто это, вот, образование, исчезновение, но, почему-то, может быть, в другом месте, а почему в другом месте, там, ниже потенциал, поэтому она туда, идёт материя. И почему мы не замечаем этот процесс? Потому что идёт очень быстро, времени планка равняется, вот это мерцание, что ли, флуктуация. В нашем мире нет близкодействия и дальнодействия. Есть только идея, тоже, вот, процесс образования, исчезновения, барионной материи. И ещё девятое. Наш мир, почему сложный, разнообразный такой, много гармонии, красоты и парадоксальный, это, с точки зрения этой теории, объясняется только числом Пи. И это, вот, грубо говоря, скажем, если к ядру атома водорода идёт вот сток, о котором мы говорили, да, сток материи, ну, вот эти электроны, нет, конечно, вращения электронов вокруг ядра, ну, вот, потом, может, быстренько я вернусь к этому вопросу. Просто электроны, они конденсируются на Боровской орбите, они, грубо говоря, там не умещаются, потому что число Пи. Отсюда, может быть, фундаментальные вещи возникают разнообразие. Ну, и в других местах. Так, наш космос абсолютно не локальный, это понятно, это единое целое, всё со всем связано, и мы, как люди, прямо впечатаны в этот космос, и также, скажем, атом водорода, он распространяется на весь космос. Что же надо сказать всё-таки? Нет объекта без субъекта, нет субъекта без объекта, нет источника без приёмника, нет проводника без тока. Космос в то же время служит и объектом, и субъектом, и оно одновременно вещество и поле, источник и приёмник, проводник и ток, вечный двигатель в одном лице. Ещё оказалось, ну, в моих статьях есть, в книгах, да, что вот наблюдается фундаментальная связь между постоянной планкой и Хаббла. Представляете, постоянная планка, это, грубо говоря, регулирует в микромире, да, где атом и так далее, постоянная планка. Самая маленькая квант энергии, скажем. И эта постоянная планка имеет прямую связь с постоянной Хаббла. Просто различается только коэффициентом. Удивительно. Это одно и то же. Постоянный Хаббла регулирует космические наши вещи. Это, вот эта связь фундаментальная, конечно, говорит о фундаментальности, и о совершенно абсолютной нелокальности нашего мира. Или по-другому, ну, цельности, что ли. Ну, сознание, наверное, 12-й пункт, как раз касается сознания. Раз мы с нашим сознанием впечатаны в космос, то мы часть космоса. Мы нет внешних наблюдателей, ни внутренних и так далее. Также космос, он и в лице человека, материальный носитель сознания, да, он впечатан в космос, значит, и космос обладает сознанием. Вот отсюда все философские вещи тоже. Значит, реальность существует, пока мы её наблюдаем, и мир такой, каким мы его видим. Как у нас время, это самое... Заснули? Пока заснули. Источники составной части, энергия движения, мы уже сказали, что мощность космоса – это абсолютный инвариант. Если кому интересно, прочитайте. Ну, у вас уже минуты осталось. Давайте мне ещё минут пять эксперимента. Ну, две, давайте там. Да, и ещё... Не жалейте уж. Сейчас выставим. У меня тут на целый час. А, ну, будут вопросы задавать, может быть. Атом водорода... Ещё кратко. Вот эта теория, пользуясь ею, всё объясняется. Атом водорода, макрокосмос, Солнце, Земля и так далее. Да, все процессы. Нейтрино опережает эти фотоны, да. Всё-таки эксперименты, макрокосмос. Что ни возьми, всё можно объяснить. Это уравнение, я листаю. По примеру, уравнение Максвелла для электромагнитного поля можно для энергетического рассматривать, если поле, как электроэнергетическое поле, написать уравнение движения космоса. Вот они на двух страницах, но тут штук десять, но может найдётся какой-то математик, который поменьше, уменьшит эти количества эксперименты. Ещё можно, конечно, ещё сто лет болтать и говорить, что есть такие теории, такие, всякие. Надо ставить эксперименты. Другое дело, что природа их тоже ставит, эксперименты. Первый эксперимент, это природа сама поставила, это нейтринно появились, прилетели раньше фотонов света. И вот с помощью этой теории мы посчитали, получилось точно результат расслабления несколько минут на таком расстоянии, а эта вспышка сверхнового произошла на расстояние 163 тысячи световых лет. И на этом расстоянии разница между нейтринно прилетела раньше на 2 часа 45 минут. И это теоретически подтверждается. Дальше вроде бы, да, как говорится, успокоится, но эксперимент САСКО, который отвергнут сейчас, да, я тоже проверил, там расстояние было всего 700 миль где-то, и 600 нс. Исходя из этих теоретических вещей проверил, точно 600 нс. Ничего не могу сделать. Чем проверяю? А? Чем проверяю? Читал. По этой теории. Почему читал? Читал. Считал. Читал. Считал. Да, заканчиваю сейчас. Второй эксперимент природа поставила, сверхновая. Между прочим, сейчас надо ждать и готовиться к следующим вспышкам сверхновых, да, ближайших. И это уже всё, всё готово, в принципе, нейтрильная обсерватория есть, фотонная обсерватория тоже могут, обыкновенная. И оказалось, интересно, что мы фотона засекаем с точностью, плохой точностью, а нейтрильную почти доля секунды, да, а фотона это засекли только фотографиями. И поэтому там ошибка плюс-минус 5-10 минут где-то точно есть. Второй эксперимент возможен. Вот, и был сегодня доклад. Это мы, вспоминая Эйнстейна сейчас, да, вот, в замкнутой системе, вот то, что выражение было, что масса горячая, горячая масса, что энергия поступает, масса увеличивается, и вес увеличивается, да, горячего тела. А по этой теории выходит наоборот. Если мы тело нагреем, сначала холодные вживители, потом тело нагрели, поставили на весы, горячее тело будет меньше весить. Пожалуйста, проверяйте, где спонсоры. Для меня нет вопросов. Да. В замкнутом пространстве. Вы закончили, да, будем считать. между, да, между прочим, Академия Коконь, тоже, у него много статей насчет горячего тела, холодного. Он тоже считал, что горячее тело, ну, хорошо, время поджимает. на закладу. Пожалуйста. Ну, в принципе, известно, что свет из Солнца, ну, который родился в Солнце, идет, ну, более миллиона лет, потому что он же не прямой идет, правильно, а отражается, там, вот, длинный путь. Поэтому, естественно, что нейтрино проходит быстрее. То есть, при взрыве, ну, как бы, нейтрино-то вышло, правильно, а свет, он еще, так сказать, буждает. Поэтому, это не значит, что если нейтрино пришло от вспышки раньше, что оно быстрее скорости света. Оно просто проходит, вещество быстрее, а свет совершает длительные пути. Может, здесь вот такое понимание. Ваш вопрос. Мы, это самое, не успели, пожалуйста, да, можно поставить эксперимент. При солнечном затмении, вот, полностью закрывает, хотя не полностью, может, и так далее. Все условия есть, нейтрильная обсерватория есть, телескопы есть. Закрыли, Луна закрыла, пожалуйста, эксперимент, да, полностью. Не поступает ни фотона, а нейтрино, что мы засекем, как нейтрино. Оно, конечно, через Луну проходит, но уменьшается. Все-таки, высокоэнергетичные пройдут, но низкоэнергетичные нейтрино все-таки уменьшится. если мы начертим, фотоны сразу, их не будет вообще, да, во время солнечного затмения. А нейтрино, вот это период, когда затмение, ну, время, да, секунду, фотоны полностью исчезают. но нейтрино, оно, вот, было излучение, и будет какая-то вот такая кривая. Ничего не будет. Слушайте, еще, все-таки, луна будет немножко, это самое, поглощать нейтрино. И вот это, вот эта разница нам покажет в эксперименте. Это, конечно, будет доля секунды, но, все-таки, 400 тысяч километров. Пожалуйста, нейтрино придут раньше. Ну, раньше потому, что свет, путь света более длинный, вот и все. То есть, не потому, что скорость больше, а... Это как заслонка, она одновременно, грубо говоря, она закрыла заслонка, раз, открылась. Вот вы поймаете, что это надо, чтобы тень, луны упала на детектор, наверное, а это не так просто. вот, а посмотрите на экран. Вот. Сколько, сколько затмений? Ну, вот где-то здесь, вот в Атаркиде, этот самый детектор не принят. А на Атаркиде у нас есть? Ну, там есть. Ну, не наш, американский. Это полоса 300 километров. Вот эта полоса, вот это полное затмение. А надо, чтобы она прошла, поэтому, вот так оптимистично. Ну, между прочим, не обязательно полное затмение. Ну, можно частично. Просто здесь, фотонное излучение будет меньше. хорошо. Мы довольны, Коль, давай. Значит, вам известно, что в глазах хромосферная вспышка на Солнце наблюдается сразу, а спектрометром через 8 минут. И, чем первое, в глазах вспышку засекаем сразу, а спектрометром, а спектрометром эта вспышка регистрирует и через 8 минут. я хоть что-то не понимаю. Ты, не понимаешь, здесь легко мы смотрим вот это самое вспышка, а потом пошло даже нарушение спектра. Можно этот вопрос не будем осматривать, пожалуйста, непонятно. Что-то я не приходил, я... Человек пользуется приборами, а что... глаз, глаз. Ну, понятно. У меня есть маленькие сообщения минуты на 3 как раз по поводу вступления. Могу я вот показать эти самые... Ну, конечно, а в смысле... Конечно, что? По этой теме, да? Да, по этой теме. Нормально. По одному записану с термомента. Что, убираем пока? Значит, одна из проблем, которая... Так, где тут у нас что-нибудь есть? Пусть пока задают, если есть вопросы. чем... Мы живем в мире процессов, а мыслим портретами. Портретами? Да. Необходимо научиться видеть мир, как эволюцию взаимообусловленного со существованием циклов различных природ. Вы много раз употребляли слово процесс. В вашей картине мира что такое процесс и какое их многообразие существует. и существует ли какое-то многообразие этих процессов в нашем мире? физически, я имею в виду. Ваш вопрос философский. Не философский. Я к тому, что все находится в движении. Надо рассматривать, ничего нет статического, ничего нет застывшего. Это время подобные процессы. Существует время подобные процессы, когда каждый текущий шаг зависит от ведущих. Это один тип процессов. Есть ли какие-то другие типы процессов? Я сам, по этой теме какие еще процессы? Просто я в общем говорю, все надо рассмотреть в движении. абсолютно все и в жизни и как говорится. Определение, движение, полное определение. Что такое движение? Космос движется. Определение. А зачем нам определение? Можно количество вещества. Можно бесконечно заниматься определениями. Есть космос, он движется. Мы его отражаем. Все, все, давайте смотрим. Замечания поглотов. Значит, глупости написаны даже в обычных учебниках по физике. Вот школьный учебник по физике, да? Мы школьные вот эти вот пить, а что-то и покажут. Значит, вот научный метод там написано. Это учение по физике Мякишева. Как сейчас учит детишек, да? Какими путями добывается научная истина? Несколько сотен лет назад были выработаны основы физического метода исследования. Он стоит в следующем. Опираясь на опыт, делая предположение о суде того или иного явления, отыскивают сначала качественные, а затем количественные, формулируемые математически законы природы. Открытые законы проверяются практикой. таким образом схема научного опознания выглядит так. Наблюдение, гипотеза, теория, эксперимент. Важно знать, именно эксперимент является критерием правильности теории. ну и вот приведу как раз выразление известное Экспериментом Сонус Дюдерс, то есть эксперимент высшая судья. Однако, на самом деле, это глупость. я вот переписал, да, наблюдение, гипотеза, теория, эксперимент. Значит, каким же образом гипотеза становится теорией? Вот, если вы посмотрите на это дело, то есть гипотеза как-то плавно перетекает в теорию, судя по тому, что написано у меня, что у вас беда всяких этих самых эффектов. То есть, вообще-то есть два возможных пути. априори, это когда теория становится, то есть гипотеза становится теорией до всякого опыта, то есть заранее, изначально, или апостериори, на основании опыта, из опыта или по опыту. На самом деле, гипотеза становится теорией только в результате эксперимента. То есть, вот эти вот два последних этих самых вещи надо поменять местами. Но это еще не все. То есть, вот, именно эксперимент является одним из основных критериев правильности гипотезы превращая ее в теорию. И когда уже начинают говорить действительно безумно теория, то это мне режет слух. Это мне настолько режет слух, что человек просто не понимает сути основания основного познания. В чем ваш вопрос? Сейчас. Или это выступление уже пошло? Нет, сейчас, сейчас, сейчас. я понимаю больше реже слуха. А это что, реже слух? У вас слух такой? Да, плохой слух. На самом деле, я как осушник, я нарисовал алгоритм, пользуясь этими осушниками этими символами, как должен проводиться нормально этот самый, как должна рождаться теория. Разумеется, на основе наблюдения возникает какая-то гипотеза, потом должно происходить эскидное макетирование, потом должна пройти разработка расчетной схемы, математическая обеспечить не разработка схемы, проверка соответствий результатов наблюдениям, и если они не соответствуют, возвращаться опять же к этому самому, к началу. После чего должны проводиться модельные и натурные эксперименты, и если они где-то не соответствуют результатам, то опять же мы должны возвращаться, и только после соответствия проверки результатов мы можем назвать гипотезу теорией, а уже потом должно идти практическое применение теории и эта теория должна постоянно проверяться и то есть на самом деле мы переходим к нормальной идее что практика есть вышки судья так вот я почему нарушается регламент почему нарушается регламент я вам хочу сказать что что изначально изначально надо разделять что такое теория и что такое гипотеза на самом деле сейчас у нас безумных этих самых гипотез уже целая куча это и квантовая механика это есть с то это его то не хватит ли этих самых безумных теорий может быть пора заниматься просто нормальной физикой тактики можете продолжать три минуты по товарищу которую вы ему дали он сказал иван михайлович значит попросил товарищ слова вы разрешили с вашего согласия он дал короткое время он выступил теперь продолжаешь какие штучки вам вопрос вот так вот вы должны были сказать дед я не согласен все моли этого не сказать откуда мы знаем что он задумал а вы как ведущий должны я вам обратился вы согласны товарищ просят выступить и сказали да давайте вопрос у вас у меня вопрос такой что вчера выступал смирнов он выступал в теории которая аналогично вашей его тоже нет пространства нет времени нет материя и вообще ничего нет у него есть еще наблюдатель которая это все оживляет благодаря которому что-то появляется у вас нет вообще ничего ну один космос и бозона одна один единый мир но если вы говорите о едином мире то вы должны начинать с теории всего когда я сказал смирнову надо начинать с теории всего именно логически потому что всего логику вы отбрасываете то есть вас есть только физика математика но нет логики нет мышления если вы хотите математику физику что-то с ними дело вы должны прежде всего обратить внимание на мышление а мышление должно входить в не теорию всего и должна быть методика мышления а когда просто говорить все и не ставить вопрос о том что такое все то ну я хочу сказать что надо почетче может быть тут разъемка проходит где космос где пространство и время нет вот все это самое со всех сторон подходишь к этой проблеме решения да вот этих проблем лучше всего вот грубо говоря сесть на эту вершину и сначала просто все одно свойство принять у него что он с она существует и движется а потом смотрите как возникло понятие пространство что она в космосе поедет во вселенной есть пространство что ли вот по своей точки зрения пространство нет она не обладает физическими свойствами если мы эти аксиомы постулаты примем в общем очень просто объясняется войти обезьяна она бегает по лесу до что сознание еще нет а что было пространство в это время она идеальное понятие пространство понятия ну вот это че-то уже на улево нет притяжение термина ты все я уже говорили вот она он начал бегать палки начал что-то измерять да ему надо стоит пищевую там жилища шалася палки он начал измерять в этом направлении в этом смотре наш мир трехмерный оказывается и пространство возникло получать волк в его голове вот так понятно но объективно это вот это извините тоже ссылочек получает это идея это и вот правильно это идеяли которые крайне степью вот вот друг вас тоже это отрицает нет нет сознания нету материи и времени у кого-то пространство объективно существует и в нем возникают все процессы возникают формы движения механическая вот в этом и проблема возникает сознание в конце концов вот в это за счет формы движения позиции с новой декорни от вас нет нет поймите меня я хочу пояснить о чем идет я хочу сказать что существует логика понимаете логика логика говорит что что существует понятие одно понятие единица другое ну и любое понятие существует только как взаимно инвексные то есть не существует их сразу вместе значит если вы выдвигаете какое-то одно понятие то должно быть и инвексные одновременно если мы говорим все то ничего не остается на инвексное понятие и следовательно все это 0 это ничто то есть получается что исходя из чисто формальной логики я говорю что это логика мышление все это ничто это одно и то же понимаете если мы говорим все то это ничто делать нет я подскажу вы произносите это философия я согласен смотрите кратко отвечу вы бы но все время слова логика а я считаю что логическим путем эти проблемы не решать это логика нет я объясню в чем дело я подскажу вам вы как выявление если мы что все это ничто что для того чтобы оставаться в рамках логики мы должны сказать что все точно мы никогда иметь не можем абсолютно мы иметь не можем то есть мы будем иметь все и погрешность этого все вот это погрешность будет инверцией и значит вся вот эта теория которая все все есть все это невозможно то есть есть все и погрешность это правильно все а потом уже дальше вы начинали да ладно давайте у меня несколько реплик первое что такое логика логика это способ отображения результатов параллельного взаимодействия последовательной форме логик существует огромное количество я знаю более тринадцать это раз во вторых чего начинается все начинается с противоречия несоответствие между существующим и желаемым ожидаемым и происходящим для разрешения этого противоречия когда это противоречие осознается она выступает как проблему если для нее нет теории лишь его разрешения проблема превращается в задачу после того как она найдена теория теперь в отношении можно вы допускаете решение проблем нелогическим путем конечно он все конечно не все логично я говорю что это просто способ отображения последовательной форме результатов параллельного взаимодействия мы и наблюдали решение этих проблем нелогичным путем все все времени мало чеки раз антур пожалуйста мой вопрос остался относится к методологии как построить систему науки у вас есть ли у вас есть ли и детективный процесс а а а а а а а а а он а а а а а а и и а а а а а а а и а и так далее но это только в одной отрасли а а а а а а а а и и и и и Я имею впечатление, что путаница, сабельменная квадратная физика, безвана из такого подхода. Такое подхода, только отдельно, кастой, не директивно, не считать глобальной гармонии, гармонию, теория, система теории. Что он показал, не включить. Это только индуктивный процесс. Все время корректируемый. И все время корректируется. Ну, можно индукция, дедукция. Можно признаться, лирическое может наступление. Вот этот сток материи, исток, и мерцание, что нет механического движения. В принципе, если так признаться, это пришло как воображение, что ли, озарение. Ну, вот, как говорится, на чистоту. Я по работе, ну, это, наверное, было лет 5-7 назад. Я довольно часто летал в Москву и обратно. Это в самолете вот пришла такая мысль. А если вот так допустить, то все может разрешиться. Вот это... Ну, тогда я, конечно, задумывался теорией гравитации, как решить эту ситуацию. И вот эта мысль пришла вот таким образом. А где тут логика, где дедукция, андукция? А потом я уже нарисовал формулу и уравниваю ньютон. Это все просто. Это не стоит, как говорится. Там они есть. Даже я их не упоминаю. Это так все просто решается. Там есть посложнее вопросы. Это вот холодная ядерная, синяя, скажем, да, и так далее. И это пришло вот непонятно, нелогическим путем. Вот. Эвристический. Эвристический, да, вот. Как может архимед там? Вот так и было. Ну, и другие мысли. Потом меня сыновья тоже подталкивали к этим вопросам. Ну, там, мол, ты ездишь по конференциям и так далее. Когда уж ты там полетишь, никто тебя, мол, не будет принимать, если на летающей тарелке не прилетишь. А вот там нейтриномол, ну, в то время было. Нейтриномол же где-то 5-6 лет назад. Нейтриномол в Италии запустили. Он раньше меня узнал. Я говорю, елки-палки. Эти проблемы задумался. Нельзя ли решить помощи этих вещей? Где-то, может быть, несколько дней я там торпел, а с этим формулой смотришь, та же самая цифра выходит, как у них. Вот как не поверишь в это дело. Ну, все правильно. То есть, вы тоже все подтверждаете, что вот можно даже сказать, что теории как таковой нет. То есть, гипотеза с разной степенью вероятности. Не согласен. Не согласен с вашим выводом. Потому что, как только, подождите, как только появляются новые факты, противоречившие гипотезе, вот как было на схеме вот этой, вот это я показываю. Вы должны доработать эту теорию. Как-то учесть эти факты. Извините, а в человеке есть еще какая? Нет, не принижайте. Вот понимаете, то есть, закончена такая вот вот степень. Закончена? Есть. Появляются новые факты, они противоречат. А вы не видели в свой компьютер уравнение написано? Я смотрю все время. Но появляются новые факты. Как вы будете сказать? Что их нету? Если факты противоречат теории, как уже для фактов. Так? Это Эльстейдовская высказывание. Пока не противоречат. И это самое, любой факт объясняется все очень просто. Вот она говорит, что он должен влево, а он летит вверх. Вот странный человек, да? Вам говорят гравитацию объяснили, и вам мало гравитации? Что объяснил гравитацию? Вот тут все очень просто, прочитайте. Ну, естественно, я вас слушаю. Не зашли вопрос. А то, что нейтрино опережает свет, объяснили, что вам мало? Вот нейтрино опережает свет, вам сказали, вот объяснение есть. Совершенно, так сказать, в рамках классической, вы говорите, этой теории. Что длиннее это путь, вот этот оптический путь, чем это... Потому что нейтрино, она у нее нету там преград. А это там помешало. А гравитация не слабая. Да. Гравитация там его отклонила, а нейтрино не отклоняет гравитацию. Поэтому, то есть это, ну, надо принять к сведению, что вы сказали. Но это очень сильно проверили. Хорошо.